Заглянуть в мир телевидения, посмотреть на работу корреспондентов, операторов и телеведущих. Двери телеканала ЛРТ вновь открыты. Редакцию посетили ученики лицея номер 4, которым удалось узнать все тонкости работы телевидения. Подробности в нашем следующем сюжете. Ребят, сейчас мы с вами попадем в сердце телеканала, то, откуда, собственно, и происходит все вещание. В начале экскурсии самым главным объектом стал кабинет под названием «Серверная». Именно в этой комнате составляется сетка программ, которые потом выходят в эфир круглосуточно. Управляет всем процессом человек, чья должность называется ответственный выпускающий. После посещения так называемого сердца телеканала, школьники застали на рабочих местах корреспондентов и операторов. В кабинете редакции им рассказали о процессе сбора и написания новостных сюжетов. Приезжает сюда, оператор весь снятый материал заливает на компьютер, отдает его монтажерам. Анастасия садится за свой компьютер, отписывает весь материал. Отдает текст также монтажерам. И потом уже Алексей сидит, потом все это скрупулезно, аккуратненько собирает. Однако на этом сюрпризы для учеников не закончились. Школьникам рассказали, как проходит запись звука для эфира, для чего нужен хромакей и как работает суфлер. Но самое главное, им выпала уникальная возможность попробовать себя в роли ведущего в студии телеканала ЛРТ. Экскурсия мне очень нравится. Много нового узнаю. Очень классная экскурсия. Мне реально все нравится. Тут достаточно атмосферно и классно. После экскурсии ученики задали интересующие их вопросы и сделали фотографии на память. Остались довольны новыми знаниями и полученным опытом. Так завершилась традиционная медиа-неделя. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.